Девушки отдыхают Чукотские агрессоры На Чукотке, как вы знаете, холодно Они всю зиму готовились Лепили пушки из подходящего материала Скульпторы у них есть И когда они подготовились, они внезапно напали И теперь вам нужно отразить на атаку И вы воюете на чужой территории Холодно, зима, снег Первым делом нужно найти кучу трох И освободить ее от снега Что ведь гореть не будет Хорошо найти какую-то фанерку Использовать ее вместо лопаты Чем больше дров Тем теплее Еще очень важно где-нибудь в лесу Найти канистрочку С маслом Отработка пойдет Тоже будет гореть Тоже будет гореть Субтитры сделал DimaTorzok Допустим, сидите вы в теплой хате на теплом диване и раз включается телевизор и ваш этот председатель или президент говорит так и так беда. Значит вражеские там эти диверсанты там якутские допустим скульпторы понастроили очень много пушек и танков. Это из подходящего материала и напали на нашу значит это самое любвеобильную родину. Ну и нужно защищать. Ну и что вы будете делать? А так вот посмотрите этот ролик и запомните. Если ты оказался в суровых значит якутских условиях идет снег и много на почве много снега. Первым делом нужно найти большую кучу дров. Потом нужно бы найти канистрочку с маслом каким-то с отработкой и полить эти дрова. Ну потом это ну какой уважающий себя солдат идет значит без запасных носков. Ну нет запасных носков, ну снимай свои собственные и используй их на растопку. И потом у тебя конечно должна быть канистрочка с бензинчиком чуть-чуть, чтобы смочить вот эти носки. Ну и потом поджигай и все блин ну. Другой вариант просто значит это не заниматься херней, это развивать мозг, читать книжки, умнеть и конечно не разводить никакие костры в зимних условиях, а просто греться на диване со скотчем, с виски там не знаю, с кофе блин. Обнимаю любимую теплую женщину и будет вам тепло и хорошо. До свидания. Разжигайте костер и если нет черного дыма, то это отстойный позорный костер, потому что снег белый, дым должен быть черный. Ну и в песнях поется, смотри, вот опять в небесах черный дым над невырубленными китайцами тайгой. С другом мы, вышли с другом в путь, будем поджигать, диверсанты мы, ну а что, ветерок есть, пусть горит, да? Итак, с вами был дядя Вол, школа выживаемости, как разводить костер в непогоду, в холодных таких сибирских ужасных, значит, условиях. Ну, не болейте, не чихайте и не занимайтесь херней, сидите дома, блин. Зимой костры никто не разводит. Сегодня и вчера и всю прошедшую неделю на улице шел снег. Крупные служи снежинки хлопьями падали, тихо кружась на землю и укрывали ее белым покрывалом. И вся земля была покрыта белым снегом, как чистый лист белой ненаписанной повести. И мне казалось, что мы пойдем по ней вдвоем и напишем повесть о всех тех мягкоголовых, которые верят в то, что русская душа какая-то специальная, которые любят все эти бессмысленные, безмозглые песенки, которые в автомобиле не могут проехать даже пять минут, не слушая какую-то дебильную музыку, потому что они боятся остаться наедине со своими мыслями, потому что мыслей-то практически и нет. Голова-то пустая. А снег шел, шел, снежинки кружились, они даже не знали об этом. А откуда им знать снег? Он тоже такой же безмозглый, как и вата. Это просто замерзшая вода. Смотри, какой хоровод водят, смотри, как танцуют. Вам хоть видно, нет? Проснись! Открой сомкнутый нега и взор. А что такое нега, знаете, блин? Вы только знаете, что и стрелять надо из авроры, блин. А что на самом деле аврора, ни хера не знаете, блин. Птиц надо кормить, видишь, кормушки поставили. Буран, заверуха, метель, заверуха. Ой-ой-ой, смотри, как кружит там. Какие снегопады, такие снегопады. Давно не знали ватные места. А снег он все знал, он падал, он каждый год падал. Какая разница. Ну, красиво, красиво, ребята. Ой, красиво. Теперь знаете, почему я на лося ходил каждый день, когда выдавалась возможность. Потому что все, теперь все. Теперь сильно не погуляешь. Снегу по колено и выше. Нас заваливает снегом. И видите, вот серьезная техника такая. Грейдер или как их называют, да. Ну, он довольно быстро может ездить. Вольвочка. Ну, и он это намного больше, конечно, может. Это сильнее и мощнее. Автомобили с этим впереди плавают, как они летают по трассе. А этот может серьезные работы выполнять. Эти бровки убирать. Скопление снега. Видишь, проехал участок, вернулся. И сейчас захватит побольше и опять поедет. Здесь у нас на заезде как пятачок такой, чтобы автомобиль мог где-то заехать, постоять, как карман, скажем так. И они его тоже постоянно стараются очищать. Ну, сегодня снег идет такой, как пудра. Смотри, буксует. Пацаны, а помните, у нас было лето, а потом просыпаемся херака в городе Белые, блин. Видишь это? Ну, я тут еще и думаю, ну что делать, да. Много-много белые мухи. И, короче, кто-то бабка тут дал. Оставайте, блин. Ага, думаю, заведу бабка, то стол и снег буду чистить. Нет, блин, уже кто-то ездит и чистит. Смотри. То, о чем эти мечтали, значит, это самые большевики. А с бычей всех мечт, что свершилось, видите. Ну, можно лежать, загорать. Блин, ну что, блин. Вчера только ползал, вчера или на дысь, или на медне, или давить, что было лето, блин. А теперь хераки. Ёки-палки. И шо, и буро... О, смотри, что делает. Ой, бааа, что вытворяет. Вот, что значит профессиональные механизаторы. Я никогда так сильно не поднимал. Смотри, вот эти штуки сбоку я приварганил, видишь. Большой ковшик сделал. Два раза больше. А что, чисто по-советски так. Бери, больше кидай дальше. Ну-ка, смотри, тракторист там. Дяденька, тракторист! Ну, зараза, знаешь, такой маленький, да, блин, а работай. Просто когда сыро, блин, ой, буксовал. Потому что, видишь, под низом вот этот дерьмо, беляха-муха, подтаявший. Уберешь его, травка, потревожишь, блин. А это самое. Ну, сейчас подмерзает, сейчас лучше, короче. Но пауран, смотри, как закупорил наш въезд. Вишь, елки-палки. Будем дальше воевать. Ой-бай, ой-бай. Ну, смотри, как тетенька шустро рассекает.